Перед вебинаром Алексей поставил ролик, это интервью с Орловым, это довольно-таки интересный ученый, интересный деятель, он занимается ТРИЗом, это теория решения изобретательских задач. Он с Юницким знаком уже почти 20 лет, я с ним тоже лет 10 назад первый раз познакомились, мы общались, и это, конечно, интереснейший человек, и он как раз с большим интересом наблюдает за проектом Анатолия Юницкого, всегда его ставят как именно классический пример решения насущных проектов, и, соответственно, его сейчас интервью и комментарий на данном этапе, он очень интересный, и в том плане, что он анализирует, сегодня идет развитие технологий, идет развитие проекта, и, естественно, что он в большом сейчас, как бы там, в восторге вообще от всего, что происходит. Ну, давайте, друзья, на этой ноте перейдем постепенно к тому, что происходит, что надо обязательно прокомментировать, что обязательно нам сегодня надо и обсуждать, и делать, вот, это заканчивающая реструктуризация, юридическая реструктуризация компании, вот, именно Rail Skyway, Eurasian Rail Skyway, это сегодня переход в холдинговую структуру и, соответственно, замена сертификатов уже на акции акционерной компании с введением в реестр, И еще, что для нас очень важно и немаловажно сегодня, это крайне значимо для каждого акционера, для каждого, кто зашел, это существенное увеличение пакета акций в связи с тем, что происходит слияние различных направлений, которые было раньше, и на сегодняшний момент создание единого холдинга с внесением туда всей интеллектуальной собственности. Поэтому сначала было объявлено о том, что коэффициент пересчета будет примерно 2,9-2,95, но потом, исходя из того, что позволяет сегодня запас по оценке интеллектуальной собственности и значимости момента, который было принято решение компанией на сегодняшний момент, это пересчитать с коэффициентом 3,5, но под условие, что мы с вами еще как акционеры, мы с вами участники проекта, каждый проинвестирует, то есть подтвердит участие в проектах хотя бы 100 фунтами. Я считаю, друзья, это абсолютно правильный подход. Я, естественно, в голове сразу свой пакет, который у меня есть, довольно-таки приличный, пересчитал, все это самое, естественно, пошел сразу же заплатил. Это то, что меня касается, у меня тут вопрос задают, лично я заплатил 100 фунтов и лично я инвестировал или нет. Я могу сказать, что, друзья, ну глупо сейчас отказываться, чтобы к моим нескольким стам миллионам, которые сейчас есть, добавить еще с коэффициентом 3,5, заплатив за это 100 фунтов. Естественно, что это сейчас уже речь идет, когда идет такой порядок цифр, это не важно, там чуть больше или чуть меньше, это абсолютно сейчас не принципиально. Принципиально, что проект надо поддержать, проект надо инвестировать и вообще, как говорит наш мастер Григорий Михайлович Мирошниченко, если не переходит в действие слова, то это становится болтовней, а болтовня это очень опасная привычка. Поэтому мы все вот сейчас и директора и вообще активы, с кем я общаюсь, мы вводим для себя привычку, чтобы каждый месяц какую-то сумму с тех акций, которые идут как вознаграждение или с тех акций, которые покупаются, чтобы инвестировать каждый месяц, потому что только за счет этого проект может жить. Соответственно, наша Skyway Invest Group Андрей Хавратов тоже ввел, то есть за счет того резервного фонда акций, который у нас сегодня скопился и тем, которым мы распоряжаемся именно как гарантийный фонд Skyway Invest Group, он тоже сегодня ввел такую возможность для участников именно нашего фонда, что даже не 100 фунтов, а 50 фунтов есть возможность инвестировать. Значит, соответственно, тоже будет добавлен коэффициент 3,5. Это тоже абсолютно правильный ход наш именно как Skyway Invest Group. Это не то, что идет какая-то, здесь какая сумма, а здесь такая. Это абсолютно стратегия вещь, потому что мы тот фонд, который мы используем как гарантийный фонд именно в акциях, но сегодня самое эффективное и самое выгодное – это перевести и реинвестировать его, соответственно, в привлечение новых инвесторов и еще больше пакет акций. Поэтому, друзья, это тоже действительно такой поворот событий, такое развитие, наверное, на ближайшее время не будет. Поэтому здесь, опять же, друзья, это я обращаюсь только тем, кто понимает, о чем речь, кто понимает ценность тех сертификатов и акций, которые сейчас есть. Потому что для многих, кто только сейчас включился, кто следит за юридическим изменением компаний и не понимает, что происходит, здесь, друзья, конечно, мы сразу говорим, что это вопрос не для вас. А для тех, кто пришел в проект давно, для тех, кто видел изначально, какие дисконты и с каким усилием привлекались деньги, потом, кто видел, как формировалось конструкторское бюро, сейчас, когда уже идет работа и уже есть четкий график строительства на полигоне, и уже идет закупка строительной техники, закупка комплектующих, даже забор тот уже закупается и строится. То есть, говорит о том, что этот процесс идет. И здесь я вам могу сказать, что абсолютно четко, что через год, то есть, Антон Иванович поставил сроки примерно осень следующего года, будет демонстрация, в течение этого времени будет испытание, а, соответственно, осень следующего года – это демонстрация и начало сертификации технологий. Я вам могу, друзья, сказать, что по опыту предыдущей работы, то есть, по опыту запуска предыдущего полигона, то есть, я участвовал в строительстве полигона в озерах от первого вбитого кола и до запуска полигона, а потом до тех, как его уже уничтожили, и, соответственно, это все прошло на моих глазах. Так вот, друзья, если бы мы тогда имели сегодняшнюю систему, то есть, систему краудинвестинга, систему распространения информации, систему доведения целей и задачи, которые сегодня есть, то этот ЗИЛ, который был запущен в озерах в 2001 году, он, конечно, бы очень быстро стал золотым. Но, исходя из того, что интернет таким образом не работал, система краудинвестинга отсутствовала, и, по сути дела, все было рассчитано на привлечение крупных чиновников и крупных инвесторов, которые придут, но на тот момент это было просто рано, это просто было обрежение своего времени. Сегодня подготовлено все. Сегодня система демонстрации покажет возможности технологии, как ее сразу переводить в бизнес. Об этом мы тоже, кстати, чуть попозже поговорим, и я как раз остановлюсь на целях и задачах Transnet Group, которую мы сейчас запустили, и договора, которые готовим подписать где-то 15, 16, 17 июня с компанией, именно по запуску адресных проектов. Это как раз, друзья, сейчас подготовка к тому, что когда технология уже готова, она выходит, то она должна уже прийти на подготовленную почву. И, соответственно, сейчас сеть и запуск этих адресных проектов для нас это становится таким приоритетным. Я говорю, еще раз об этом поговорим, когда Алексей расскажет о своих впечатлениях, о своих выводах, которые он сделал из нашей испанской конференции, то есть где собрался весь наш актив нашей компании, нашего фонда, и, соответственно, были подведены итоги и намечены, как, соответственно, двигаться дальше. Так вот, друзья, с демонстрацией на полигоне, или вот этом демонстрационном сертификационном участке, соответственно, вход в корневую технологию, это по нашему глубокому убеждению, будет закрыт. То есть будет огромное количество уже и заказчиков технологии, и крупных институциональных инвесторов, которые просто для краудинвестинга закроют вход. И, друзья, для нас, ну тут тоже задают такие вопросы, что, а что будет с фондами, а для нас это не потеряли возможности. Так вот, друзья, я могу сказать, на 100 фунтов, то, по идее, все акции, неважно из какого они фонда, должны увеличиться в 3,5 раза. Абсолютно верно, друзья. То есть все, что сейчас в 3,5 раза, и те, которые находятся в РСВ, они увеличиваются. Но если вы в проекте уже вошли после того, как фонд выдает свои обязательства, то здесь уже обязательства фонда, мы как раз говорили, за счет этого мы несем и свою ответственность, но, как вы видите, мы несем и свои обязательства. Поэтому, если этот вопрос, кстати, часто звучит, что если у вас акции и в фонде, и в РСВ, в компании, то вам надо будет купить и там пакет, и здесь пакет, чтобы произошло увеличение в 3,5 раза. То есть это условия сейчас работы нашего фонда и, соответственно, условия работы компании. Поэтому, если вы посчитаете, что вам достаточно только в РСВ увеличить пакет в 3,5 раза, значит, соответственно, вы инвестируете 100 фунтов или выше только в, соответственно, в РСВ. Если только в фонде, значит, соответственно, только в фонде. Это касается тех, у кого акции и так, и там, и там. Это довольно-таки небольшое количество акционеров, потому что это те, кто на начальном этапе, то есть до октября прошлого года пришел в проект. А те, кто уже после октября и покупает сегодня наши инвестиционные пакеты, то есть обучающие пакеты и которые уже получают еще и дополнительный сертификат, то здесь достаточно работать просто в фонде, инвестировать. Но я сейчас еще раз повторюсь, друзья, я могу сказать, что та возможность, которая есть, и те, ну, скажем так, инвестиционные пакеты, которые сейчас идут, особенно у нас в фонде, то есть когда еще и накладывается это на акции, которые мы проводим, то таких, ну, скажем так, возможностей, как сейчас, их больше не будет. Поэтому если вы в проекте, если вы доверяете и понимаете, о чем идет речь, то сейчас для вас хорошее время. Если сомневаетесь, если это самое, то, как мы всегда говорим, лучше подумайте еще. Вот, конечно, потом риск будет меньше, но и, соответственно, дисконты и вознаграждения тоже будут меньше. Это, друзья, абсолютно естественный процесс, и на этом построен весь венчурный бизнес. Если бы не было таких вознаграждений, которые фактически равны, как джекпот в рулетке, соответственно, не было бы логики развития венчурных проектов. То есть сейчас, как мы с вами работали, когда мы, помните, больше года назад начинали вебинары и говорили, что мы это сделаем, мы будем двигаться туда, мы показывали предыдущие свои работы, то очень многие, я бы сказал, 99% не верили до той стадии, к которой мы сегодня дошли. То есть работающее конструкторское бюро, уже потенциальные заказчики, которые подходят, уже идет проектировка адресных проектов, то есть вот которые мы сейчас и заключаем. Мы начинаем уже реально инвестировать сейчас, это наша именно Transnet Group, это с девизом «Мы объединяем мир», мы начинаем сейчас уже финансировать в разработку конкретной документации под конкретные адресные проекты. И вот здесь уже сейчас ведем переговоры с ребятами из Нижнего Новгорода, они инициируют адресный проект. Вот как раз на этом примере я и пока хочу показать, что мы дальше будем делать и как дальше будем развивать и адресные проекты, и мы именно как фонд, почему мы сейчас инициируем и именно финансируем создание документации, потому что на данный момент это вообще является стартом проекта и вообще ключевой точкой, отправляющей точкой, от которой начинается проект. Вот поэтому, друзья, время сейчас идет очень важное, потому что та активность, которая сейчас пройдет, а я могу просто уже констатировать, мы отслеживаем, как активность идет в нашем фонде, как активность идет в РСВ, вот я могу сказать, что люди понимают, что происходит, понимают значимость момента, они инвестируют эти деньги, которые сегодня идут, и это залог того, что в этом году, вот в течение лета, осени будет проведена, потому что средства, которые сейчас будут аккумулироваться, они весьма существенны, и как раз это залог того, что работа, о которой говорится, будет выполнена, потому что, вот как в интервью тоже с Орловым, вы видели, Антон Довальевич четко говорил, что, друзья, если не будет финансирования, то это как машина, которую можно создать, сконструировать, сделать, но если не заливать в нее топливо, она работать не будет. А в данном случае все топливо, то, что мы сегодня делаем, это инвестиции, которые именно 100% вкладываются в технологии и идет развитие. Если этого нет, значит, соответственно, начинается все тормозиться. Вот так вот, друзья, работа эта идет, и сейчас я передаю слово Алексею, он весь воодушевленный вернулся с Испании, вот я, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смог туда добраться, вот о чем очень сильно жалею, но мы с Андреем провели несколько очень таких серьезных телемостов, вот мы общались с очень практически со всеми, вот правда интернет в Испании дохленький оказался, так сказать, но, тем не менее, работу мы, в общем-то, организовали и сделали. Ну и следующее, теперь уже после нашей октябрьской большой конференции мы будем проводить еще одно очень такое выездное заседание, вот, соответственно, я думаю, что многих из вас мы там увидим, и я думаю, что после такой серьезной годовой работы, где у нас и будет что показать, и, соответственно, серьезный анализ, потом будет время для того, чтобы все это уже проанализировать в такой неформальной обстановке. Итак, Алексей, я тебе передаю слово, вот, ждем твоих впечатлений, твоего рассказа об Испании, чтобы у всех было четкое представление и сожаление о том, что мы туда не попали. Дорогие друзья, на самом деле впечатления суперсветлые, то есть это первая конференция, первый такой мощный фундамент, закладка камня, наше европейское развитие. Я могу только поздравить Армонда, директора именно Global Transnet UK, Великобритании, и человека, на которого будет завязываться в основном именно общение, контакты по английскому рынку, тот человек, с которого, собственно, начинается сеть именно иностранная. То есть если говорить про отдел, который я возглавляю, то это все-таки именно координация, координация между странами, и объем работы увеличивается, нужно на несколько языков делать различные переводы и так далее. Но перейдем к эмоциям. Эмоции, на самом деле, это действительно та составляющая, которая, и я это понял, возможно, немножко позабыл, но это действительно то, что двигает наш проект. То есть мы, когда перед конференцией за несколько дней собирались именно с инвесторами, акционерами, которые приехали на эту конференцию, и знаете, приехали люди совершенно разные. Приехали люди, которые в проекте всего лишь несколько дней, и всего лишь несколько недель. Приехали люди, которые с самого начала в проекте, но, собственно, намеренно был выбран именно такой период, такой период конференции, когда людям, ну, фактически, кто работает, кто имеет свои бизнесы, неудобно, неудобно бросить все именно в России, либо в других странах, и мотивирует тому, чтобы дела, которые ведутся помимо Skyway, помимо Transnet Group, все больше оптимизировать, автоматизировать. То есть вот это вот, допустим, меня еще больше мотивирует, все больше автоматизировать свое агентство, потому что оно также функционирует. Но я могу сказать, что уже фактически 85% моего времени, если не 90% порой занимает именно развитие Skyway и Transnet Group. Я хочу вам привести один пример, который меня поразил, то есть я не ожидал, что мы так будем делать, но хочу сравнить наш путь вообще именно в развитии технологии Skyway и те, кто присоединился в самом начале восхождения на гору. То есть в Барселоне есть самая высшая точка, на эту точку добирается обычно на автомобиле, и туда путь на автомобиле по серпантину, как цивилизованные люди ездят на машине на высшей точке, но мы оставили машину внизу и, собственно, пошли абсолютно пешком, без каких-то воды, еды и так далее. То есть это было для нас именно как вот такое спонтанное направление тимбилдинга, именно сплочение нашей команды. Шло, собственно, несколько людей, то есть это Арман, водитель Великобритании, я, Гузель, это ассистент директора Челябинского оригинального представительства, Григория Михайловича Мирощенченко, это Маргарита, и, собственно, мы шли с самого низа, невзирая на какие-то опасности в виде кабанов и так далее, невзирая на то, что порой приходилось, чтобы срезать путь, чтобы ускорить развитие. Аналогия, чувствуете аналогию? То есть мы используем все методы, все пути, чтобы ускорить развитие именно технологии Skyway, первичную капитализацию. И также мы не по серпантину поднимались, если мы поднимались по серпантину, то это заняло бы, наверное, часа четыре с половиной, срезание именно путей, пробирание сквозь лес, и порой нам приходилось действительно ползти, то есть лежа подниматься в гору, представьте вот это вот себе, и насколько именно важно представлять конечную цель, которую все мы с вами осознаем, это финансирование технологии Skyway, и насколько важно рассказывать об этом действительно каждому человеку. И не было даже мысли, что кто-то может упасть, хотя это было достаточно опасное приключение, и, собственно, цель была достигнута, мы поднялись на гору, на гору, там был прекрасный собор, если ассоциировать с нашим будущим, то это будет капитализация акций компании Skyway, и, соответственно, каждый сможет заниматься тем, чем он действительно желает в жизни заниматься. То есть давайте не будем забывать, что мы действительно капитализируем будущее, и мы капитализируем мечту каждого из людей. Мечта у каждого абсолютно разная, то есть задайте себе вопрос, на что вы будете тратить вот эти вот будущие миллионы, которые скапитализируются, либо сотни тысяч, как минимум, фунтов стерлингов, которые в будущем, собственно, сможет принести компания Skyway и технологии, которые будут развивать уже в будущем Transnet Group. То есть если говорить про пример вообще интереса людей, абсолютно холодные контакты, то где бы мы ни останавливались, мы общались с людьми, и очень важно общаться именно с человеком, не просто наседать на него сразу Skyway, Transnet и так далее, а узнать человека, чем он дышит, что он желает, и я рекомендую всем, кто продвигает активно Skyway и Transnet, групп направлений уже в будущее, имейте при себе маленькие брошюрки, материалы, каждый разговор можно буквально за 2-3 минуты человека заинтересовать в нашей технологии, потому что это действительно нужно всем. Вот приведу пример опять же, когда мы уже должны были спускаться с горы, и нам не очень хотелось, естественно, пробираться уже с горки, то есть это вообще просто суперопасное было бы мероприятие, естественно, нам наши жизни дороги, и мы стали спускаться именно по серпантину, но спускаться нужно было бы часов 6. Остановилась машина, мы познакомились с испанкой, и, собственно, так закрутилось общение, вчера она была на вебинаре Skyway Invest Group, мы не общались насчет Skyway именно при знакомстве, просто в конце разговора мы, так скажем, заикарили эту тему, и уже далее по скайпу велось общение с Армандом, вчера она была на вебинаре, зарегистрировалась и уже сейчас начинает строить структуру, то есть вдумайтесь, насколько как бы это мощный пример. Если говорить про второй пример, Марта, к сожалению, на нашей конференции в Испании не смогла присутствовать, но мы познакомились в ближайшем городке, Тарагона, и я думаю, что этот человек, если изъявить желание, может стать полноценным представителем всего направления Коста-Дорадо, вот этого региона, где мы отдыхали, и буквально случайная встреча, то есть мы общались вообще по поводу еды в кафе, которая была не очень хорошего качества, и появилась девушка, которая более пяти лет живет в Испании, и опять же только в конце разговора я ей поведал о направлении Скайвей, полистал брошюрку, которая всегда у меня находится в сумке, эта брошюрка вообще просто распечатанная, то есть можно даже черно-белые варианты распечатать, это просто вот человек видит картинки, он даже не знает русский язык, но когда ему передаешь те эмоции, как может эта технология изменить весь мир, ну человек на следующий день, несмотря на то, что у нее был день рождения, и она именно говорила, что я не приду на конференцию, потому что день рождения, отложила на первую часть, она попала, то есть представьте тоже с человеком буквально общение пять минут, и это для меня было достаточно мощным показателем, я понял, что рынок Европы вообще просто не пахает поле именно в плане нашего направления краудинвестинга, и что действительно это нужно абсолютно каждому, абсолютно любому человеку. Если говорить про саму конференцию, то я рекомендую следить за событиями, то есть слухи шли о Праге в начале Рождества, и действительно посещать эти события, потому что я хочу открыть вам небольшой секрет, мы заложили дату, когда скапитализируется, пройдет первопервичная капитализация, в идеале это один к одному наших акций, когда уже будет произведено закрытие корневой технологии, запомните эту дату, и давайте просто возьмем за правило повторять эту дату каждый вебинар, потому что мысли материальные, мысли сотен тысяч людей, они более чем материальные. Это дата, собственно, 26.02.2016 года. В эту дату уже произойдет первичная капитализация, и я думаю, наблюдая за теми новостями, которые сейчас мы видим, и, знаете, я вот, несмотря на то, что с 2014 года развиваю этот проект, я удивлен вообще мощному потоку новостей, то есть мы не успеваем просто даже переводить их на другие языки, потому что в день выдается по несколько новостей, не то что даже переводить, перевести это легко, а осознать, понять, что действительно такой шквал идет событий, именно такой шквал развития, и в наше счастье заключается действительно наша сила, и вчера я присутствовал на вебинаре, Виктор Бабурин также присутствовал на вебинаре, он мне как раз сбросил ссылочку, одной из организаций, которая двигает краудинвестинг для российских именно компаний, одна из компаний Додо Пицца, но, собственно, за больше, чем год, если не ошибаюсь, можете посмотреть на интернет-ресурсах, было собрано всего лишь, ну, именно я сравниваю с теми объемами, которые мы сумели синициировать с 2014 года, всего лишь 60 с лишним, или даже 50 миллионов рублей, не долларов, а именно рублей, и эта сумма недостаточна сейчас для запуска, они продолжают искать потенциальные инвестиции, но наша сила заключается именно в том, что, как выразились инвесторы, акционеры, которые присутствовали на Коса-Дорадо, именно на той знаковой встрече вечером, когда многие рассказывали, почему они вообще пришли в проект, на самом деле люди пришли в проект, даже не из-за технической составляющей, техническая составляющая, это тот основание, тот фундамент, те аргументы, которые, собственно, абсолютно закономерно вводят человека в проект, который сомневается в его реализации, но вот это вот видео про ТРИС, господина Орлова и Анатолия Эдуардовича Юницкого просто стирает все вопросы, и я рекомендую по максимуму этим видео пользоваться, давать это видео всем, кто желает именно понять, что такое технология Skyway, что такое транспорт второго уровня. Мы развиваем именно направление транспорта второго уровня, и Марта, та самая испанка, которая нас спасла от именно спускания уже вниз, в ночь, и, собственно, она сказала, thanks God, что, спасибо Господи, что такие люди появились, и они знают, как входить в рынок постепенно, как нож масла, что мы и будем делать, никакой конфронтации с корпорациями не будет, это уже продумала абсолютно Transnet Group, наша вот вновь образованная компания, логотипы, которые вы увидели, и, собственно, те направления, которые будет выдвигать, они в первую очередь именно созданы для достижения нашей общей цели, это капитализации, как мы предположили, как мы заложили, причем заложили, знаете, так, вау, так, 26.02.16 действительно будет эта капитализация, и если каждый в это будет верить, это обязательно сбудется, потому что техническое обоснование, тот фундамент математических расчетов, тот неимоверный пласт новостей, которые спонтанно образуются, и самое главное, та составляющая, что действительно мы объединяем мир с помощью инвест-краудфандинга, с помощью сети, сила наша, собственно, в людях, сила наша в сетях, и именно сеть сможет создать корпорацию нового типа, которая будет не для верхушки айсберга, именно для всех людей, потому что тот момент, представьте себе, что дивиденды смогут распределяться по сети, никто никогда этого не делал, и я думаю, даже в Википедии, то определение инвест-краудинвестинга, оно будет изменено, и первопроходцами будут именно те фонды, наши друзья, наши собратья, Skyway Capital, Skyway Invest Group, это наш фонд прямых инвестиций в технологию Skyway, Eversway, и те многие-многие фонды, которые будут появляться уже на нашем поприще, именно на нашей, я бы не сказал битве, а именно донесению информации, как раз сильным мира сего, что, да, действительно, время технологии пришло, время шестого технологического уклада действительно пришло, и смарт-хай-тек технологии, технологии второго, транспорта второго уровня, они здесь уже и сейчас. Если говорить про необходимость, тоже расскажу про путешествия в Стамбул, то есть я намеренно ехал через Стамбул, несмотря на то, что это немножко дольше, мне было интересно, то есть, знаете, вот тоже в свои эмоции передам, немножко мне было непонятно, то, что мы готовили для НУШ именно потенциальное описание адресного проекта, что связка именно тех районов земли, где гористая местность и так далее, но когда пролетаешь над этими регионами, на самолете, с высоты птичьего полета видишь и представляешь действительно, что да, здесь могут находиться наши смарт-скай-хаузы, что да, действительно, здесь будет проложена путевая структура и визуализируешь это. Которая была, когда мы закладывали именно идею реализации и капитализации технологии 26.02.2016, выбило микрофон и пришли техники, стали искать причину, причин не нашлось, а причин на самом деле в нашем магнетизме. И я говорил про Турцию, там просто очень серьезные пробки, то есть представьте, тоже намеренно выбрали маршрут, чтобы посмотреть именно в реальности, как, допустим, перебираться с одного аэропорта до другого. При пути, возможно, 20-30 минут, мы добирались до него 2 с лишним часа, то есть 2 часа 30 минут. Как только приближаешься к Стамбулу, каким-то пригородным зонам, начинаются очень сильные, серьезные пробки. А достаточно было расположить по разделительной полосе, либо по той полосе, которая выделена для правительственных машин, для полицейских и так далее. Пустить просто транспорт второго уровня. И все проблемы пробок, тот поток людей, который на сегодняшний день перемещается в пробках, и независимо, едешь ты в Бентли, либо едешь ли на какой-то более, менее дорогостоящей машине, машине там, допустим, едешь ты просто на скутере, ты будешь стоять в пробке. Ты находишься в этом пятом технологическом укладе. И сегодня действительно время приходит, вот именно эмоции, я считаю, нужно доносить, и когда вы рассказываете про технологию, и не забывайте о том, что все мы люди и все мы мечтаем. Благодарю за внимание. С вами Алексей. До следующих вебинаров. Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо, Леша. Действительно, это как бы очень важно. И мы сейчас действительно стоим на пороге уже этого старта. И уже, если говорить год назад, то есть чем сейчас, вот начиная с прошлой недели, я вам уже говорил, друзья, пока Алексей был в Испании, в Турции, мне пришлось одному проводить. Вот. И я могу сказать, что это сейчас совсем другого уровня вебинары и доведения информации, чем те, которые были полтора года, год назад и даже полгода назад. Потому что, друзья, мы сейчас стоим у нас за спиной, как гора, как гарант того, что мы делаем. Идет работа, двигается и создается именно технология, которая будет продемонстрирована и которая будет той мощью, которую мы сейчас делаем. И через, допустим, год, когда уже будет визуализация четкая, понятная и в интернете, и самого полигона, и будет проводиться уже испытание, никто не сможет сказать о том, что это пустой проект или то, что мы говорим, это пустые обещания. Сегодня это можно говорить, что да, друзья, это рисковый проект, но мы с самого начала говорили, друзья, это венчурный проект, это высокорисковый проект. И сейчас сюда может прийти только тот, у кого хватает знаний для того, чтобы понять и оценить эту технологию, для того, у кого хватает интуиции, для того, чтобы понять, и для того, у кого хватает смелости, чтобы прийти и быть готовым к тому, что это рисковый проект. Но по мере, друзья, по мере того, как продвижение, и сейчас, когда идут и постоянные репортажи из конструкторского бюро, когда выступает весь конструкторский состав, когда уже делается, и сейчас уже идут закупки и техники, и оборудование, и приступается, идет четкая уже подготовка производства своего подвижного состава, своих комплектующих, то, друзья, это все с такими очень набирающей скорость шагами приближается к тому моменту, когда сюда придут крупные инвесторы. И это, друзья, наша общая такая работа, я могу сказать, что очень многие, с кем я уже на протяжении там 10-15 лет ведут тему, сейчас все больше и больше смотрят с серьезными вещами на то, что мы делаем. И, естественно, друзья, что мерило всего, и это будет только демонстраты, это будет только испытания и только сертификация, то есть это будет полностью подведение всего фундамента под то, что мы делаем. Но, друзья, поэтому, соответственно, с приближением к этой дате все соответственно, так, я еще одним глазом это самое в чат смотрю, соответственно, другие, если дисконтирование и это, будем, как говорить, премиальное в виде дополнительных пакетов акций год назад, полтора года назад были одни, то сегодня они, естественно, другие, потому что полтора года назад мы сидели в одной комнате, показывали результаты, которые мы сделали за предыдущие годы и говорили, что мы сейчас с помощью краудинвестинга все это будем повторять и делать и наша задача построить. Сегодня, друзья, когда работает конструкторское бюро, когда уже идет, вот как Алексей сказал, уже целая сеть фондов, которые привлекают и, друзья, в общей сложности, если сложить все наши именно интеллектуальные человеческие активы, мы уже перешагнули за 100 тысяч человек. То есть, если взять Евразиян Раил Скайвей Холдинг, который сейчас Миша Акопян и Женя Кудряшова, два фонда и наш Skyway Invest Group, то в общей сложности, а это все один актив и люди, которые сегодня приходят, почему, вот как я в прошлый вебинар говорил, что, друзья, не надо сейчас, то есть, особенно среди наших директоров, там возникают некие такие противоречия или есть даже некоторая ревность. Я сразу говорю, друзья, сегодня на 100 тысяч человек, через год у нас будет миллион. Поэтому для того, чтобы миллиону людей рассказать, привести у каждого будет свой путь в Skyway. И кто-то получит информацию и придет через один фонд, кто-то другой, кто-то через компанию, вот как мы сейчас делаем Transnet Group, через адресные проекты. И к адресным проектам вот сейчас я как раз подошел. Вот тут Александр все это самое, видно, прям совсем новичок попал и задает вопросы, которые это. Но, Александр, либо тот, кто пришел, либо с кем-то свяжитесь. Друзья, тут я думаю, что вам все объяснят, не тема сегодняшнего разговора для новичка спрашивать там какая-то. Мы с вами обсуждаем уже адресные проекты, уже инвестиции, регионы, а сейчас речь идет об адресных проектах. Поэтому, Александр, сразу говорю, что есть ответы на все вопросы, только надо знать, где их найти. Поэтому, друзья, из наших там активистов, консультантов объясните, куда войти на информацию, как с ним связаться и, соответственно, когда. Вот теперь смотрите, друзья, вышла сейчас инициативная группа ребят из Нижнего Новгорода, которые сейчас прямо уже создали в городе группу и которые хотят продвинуть адресный проект взамен метро, которое не в Нижнем Новгороде строится уже 20 лет и сегодня остановилось, в том, что нет финансирования очень дорого. А, соответственно, сейчас есть идея заменить Skyway, заменить транспортом второго уровня то, что не достроили под землей. Тем более, что сегодня цены по московским меркам уже перевалили за 300 миллионов долларов и сейчас подрядчики, которые сегодня хотят войти в строительство метро, это уже две компании, которые, естественно, к России не имеют никакого отношения, это Samsung и Siemens. Вот. И основной генподрядчик это Мосстройпроект. Соответственно, эти компании вот сейчас объединились для того, чтобы строить в Москве. такие цены, по которым они работают, естественно, не один регион, а мы сталкиваемся с чем и Санкт-Петербург заморозил сегодня программу по метро, потому что обслуживать, одно дело прокопать метро, потом обслуживать тоже в Нижнем Новгороде, тоже в Новосибирске, да и вообще во всех миллионниках городах эта программа сейчас отходит на дальний, таким, на задний план, потому что строить и обслуживать метро сегодня баснословно дорого, и поэтому сейчас ищется решение этой замены. Естественно, что Skyway и технология городского транспорта именно второго уровня это стопроцентная замена, это абсолютно экологически чистая, безопасная, дешевая альтернатива, но, друзья, с чем мы сейчас и я как раз нашим друзьям с Нижнего Новгорода объясняю, друзья, мы можем сейчас сделать все стопроцентов, мы можем написать, сделать всю документацию, сделать анимацию, сделать проект, сделать презентации, и куда мы с вами с этим идем? Мы с этим идем опять же к тем же чиновникам, пускай Шансов, он большой сторонник проекта, давно ему Юницкий показывал еще 10 лет назад технологию, но, друзья, вокруг Шансова есть вице-губернаторы, которые отвечают за дороги, за строительство, за то же метро и так далее, и так далее, и мы, друзья, входим в эту стену, вот которую я могу сказать, вот в Москве, я же не зря про Мосстрой начал говорить, его возглавляет метрострой, московский метрострой, Андрей Бокарев, известный такой человек, вот, один из совладелец Трансмаш Холдинга, вот, и, ну, это очень известная личность, посмотрите, интернет, так вот, я могу сказать, что, если сегодня встанет вопрос, что будет финансировать правительство Москвы строительством метро, где у него там работает порядка 50 тысяч человек и огромная история этого метростроя, вот, или новая технология, которой надо пройти все согласования, сертификации и так далее, и так далее, вот, что-то мне подсказывает, что все эти друзья не кинутся завтра в Москве строить Skyway, понимаете, не кинутся, более того, я могу сказать, что партнер Андрея Бокарева, это Максим Лексютин, это вице-мэр правительства Москвы, который является также совладельцем Трансмаш-холдинга, он является по совместительству и руководителем департамента строительства дорог Москвы, вот как вы, и они купили технологию Сименса, легкого трамвая, и как вы думаете, вот такая сила сейчас, которая работает здесь, возможно ли сегодня с новым инновационным проектом, который только-только входит в жизнь, сегодня пробить всю эту чиновничную и, соответственно, бюрократическую машину, а еще которая завязана на бизнес, который есть, я вам сразу могу сказать, нет, друзья, это сделать невозможно, но это не значит, что ничего нельзя делать, и абсолютно, так сказать, свесить ножки, сказать, что нас никуда не пускают, и поэтому идти, и вот как раз ответ нашим друзьям из Нижнего Новгорода, мы обязательно будем двигать проект, мы сейчас готовим к подписанию документы по адресному проекту, это линейный город, то есть мы сделали конкретную задачу нашего общего линейного города Санкт-Петербург-Владивосток, мы выделили сейчас участок между Екатеринбургом и Челябинском, мы делаем проект, потому что это составная часть, но она очень показательна, это два мегаполиса, на расстоянии 220 километров друг от друга, соответственно, это суперокупаемый проект, потому что связать два миллионника, трассы, за которые можно будет за менее чем полчаса добираться, то есть это целое развитие всей линейной инфраструктуры, которая есть, поэтому мы выбрали и начинаем работать. Вот, друзья, сейчас для Нижнего Новгорода и для Москвы мы сейчас видим подход именно только в государственном частном партнерстве, где стороной, со стороны государства будут выступать региональные власти, а частным партнерством будет выступать потребительское общество. И что мы хотим сделать в Нижнем Новгороде, друзья, это так же, как в свое время мы приводили пример для Одессы, а кстати, сейчас тоже адресный проект, это Одесса-Киев, который создается, и Одесская транспортная сеть, Одесский Транснет. Логика в том, что мы должны создать большое количество потребителей или пайщиков этой компании. И когда мы сделаем в Нижнем Новгороде, когда люди будут вкладываться в адресный проект и в сеть дорог второго уровня в Нижнем Новгороде, и их будет 100-200 тысяч в Нижнем Новгороде, то никакая сила не сможет это остановить. Если это будет обратно, как сегодня происходит, я прошу, чтобы вы эту мысль очень хорошо поняли, что если сегодня кучка, скажем так, энтузиастов, патриотов своего региона, своего города, которые хотят менять, но если они в одиночку идут на всю вот эту чиновничью братью, с призывом, ребята, давайте менять будущее, то здесь ничего не произойдет. Друзья, у нас другой путь, мы должны сначала создать 100 тысяч акционеров в Нижнем Новгороде, вот путь, по которому мы сейчас должны пройти, то есть мы должны показать адресный проект, что он принесет, что он принесет городу, что он принесет каждому акционеру, что он сделает для всего региона и для страны, и только когда мы наберем 100 тысяч акционеров, которые вкладывают свои деньги, которые инвестируют в то, чтобы это вот тогда можно будет разговаривать. И тогда, если у нас будет миллион вкладчиков в Москве, то никакая мэрия никакая не сможет противостоять этому. Поэтому, друзья, это как раз путь, по которому мы сейчас идем, и мы говорим, что только в том, когда мы все вместе ставим цель, задачу, вы же говорили, что Алексей попытался только собрать в одну дату, видите, даже интернет и тот не выдерживает, понимаете, вот, наш младший брат энергетики, старшего брата нашего транснета не выдерживает. И это все абсолютно правильный подход, это абсолютно очень, поэтому, друзья, вот сейчас ответ, то есть я просто перед вебинаром не успел связаться с ребятами, но сейчас в записке это по, но я им так написал, что я на вебинаре сегодня дам общую концепцию и ответ именно по построению адресного проекта. Поэтому, какая сегодня логика? Мы должны делать компанию, мы должны делать проект, мы должны сегодня, опять же, что значит делать проект? Это надо, значит, сегодня консолидировать инвестиции и заказывать проектную документацию. Дальше надо оформлять, делать и визуализацию, и инженерные документы, и начинать согласовать, и вот только после этого можно начинать продвижение. А подготовительная работа, которая, если она не будет опираться на десятки и сотни тысяч людей, это пустая работа. Поэтому мы сейчас запускаем вот эти адресные проекты именно с задачей, то есть, вот если мы определили, мы с Алексеем, наверное, вам уже не одну сотню раз говорили про Тамтор. То есть, Тамтор это мощнейшее месторождение. Да, лицензии сегодня находятся у Росатома и у Ростехнологий. Если мы сегодня придем и скажем, друзья, дайте нам сегодня лицензию, мы хотим разрабатывать Тамтор. Никто в мире его разрабатывать не можем, а мы хотим разработать. Как вы думаете, что они нам ответят? В лучшем случае ничего. В худшем случае, так сказать, зададут несколько нелицеприятных вопросов. А в Волгограде абсолютно неправильно, так сказать, Волгоград это уникальный город, который больше 100 километров вдоль Волги, который без транспорта второго уровня. Сегодня, если сегодня, как на одном из интервью Анатолий Доварищ Юницкий говорит, что, ребята, где транспортная проблема, сегодня нет. Но вот ткните пальцем в глобус, вот куда попадете, там она обязательно есть. Соответственно, если в глобус промахнетесь, ну, наверное, так сказать, там транспортные проблемы. во всяком случае на сегодняшний момент. Так вот, друзья, что мы сейчас делаем и какую мы запускаем идеологию по Тамтору? То есть, естественно, что мы не тешим себя надеждой, что уникальнейшее месторождение, где находятся 90% всех редкоземельных металлов Земли, сегодня нам в группе Транснетов дадут разрабатывать. Нет, друзья, мы выступаем инициативной группой, которая говорит, есть технологии, есть механизм как сегодня, создать документацию, создать опытные образцы, провести испытания и создать всю технологическую базу для того, чтобы показать, что Тамторское месторождение сегодня может быть освоено. Ведь сегодня чиновники говорят, технологии нет, железная дорога туда приехать не может, поэтому это осваиваться не может. Так вот, наша задача сейчас показать, что это возможно, но не просто из-за того, что мы это хотим, а для того, чтобы через потребительское общество Евразия, которое мы создали, и когда активно сейчас начинаем собирать туда пайщиков, и мы абсолютно уверены, что все инвесторы нашего фонда будут пайщиками, а это уже больше 60 тысяч человек. Так вот, друзья, когда 60 тысяч пайщиков потребительского общества обращаются к государству и говорим, что мы предлагаем вам сделать государственно-частное партнерство, где государство войдет своими лицензиями и правами на разработку месторождения, а государство частное партнерство будет выступать как инвестор, и мы будем инвестировать в это месторождение для того, чтобы его разрабатывать. Соответственно, остальные компании будут выступать уже как субпотрядчики, как поставщики оборудования и как потребители этих редкоземельных металлов. Так вот, друзья, если мы это сделаем группой в 5 человек, будет одна реакция, в 100 человек другая реакция, в 100 тысяч человек будет третья, в полмиллиона совсем другая. Так вот, друзья, мы как раз с вами, сейчас у нас идет активный проект по земле, то есть, когда мы потребительское общество начинаем наполнять уже землей, которую не могут разрабатывать сегодня региональные власти, то есть, у нас огромное количество земли, которое бесперспективно для развития, и которое никогда на ближайшие 100 лет осваиваться не будет. Мы сейчас, используя логику Скайвея, логику линейных городов, говорим, мы знаем, что сегодня делать с территорией, каким образом ее осваивать. И мы не просим сегодня у государства денег, у нас денег, у наших акционеров больше, чем достаточно. Вот, поэтому мы говорим, ребята, давайте создадим механизм, и вы нам не мешайте, а, соответственно, участвуйте в этом государстве, частном партнерстве, именно как государство. И здесь Трутнев абсолютно четко говорил, когда запускалась программа по Дальнему Востоку, он говорит, в чем сегодня логика государства и заинтересованность государства, чтобы неосвоенную землю использовать как ресурс, для того, чтобы компания, такая, как потребительское общество Евразия, взяла эту землю, и, соответственно, использовав его как ресурс, сделала из него территорию опережающего развития, привлекая туда и новые технологии, привлекая туда, соответственно, и инновационные разработки, и средства инвесторов по принципу краудинвестинга. Но здесь, друзья, я не могу несколько, так сказать, не сказать ложки дегтя в эту бочку очень хорошего меда, что наши депутаты, которые начали рассматривать закон о том, как эту инициативу довести, сейчас договорились до того, что эта земля должна вообще выдаваться как поощрение за заслугой перед Отечеством. То есть, вы понимаете, логика, вот насколько поменялась, то есть, вместо того, чтобы использовать землю как инвестиционный ресурс для того, чтобы люди ее брали и было интересно развивать, вот, вкладывать в эту землю, они говорят, нет, ее надо давать только тому, кто уже внес вклад перед Отечеством. То есть, по этой логике, ну, вы представляете, что, пример, раздачи такой земли это Соединенные Штаты, которые раздали 65 миллионов гектаров земли в начале, в середине, в конце 18-го, начале 19-го века. Представляете, если бы власти сказали, что они раздавали в среднем, там, по 60 гектар, и тем людям, беглым каторжникам, которые приезжали из Англии, там, со всей Европы, им говорили, что вам надо сначала иметь заслуги перед Америкой, перед страной, потом мы вам будем выдавать эту землю. Представляете, насколько это абсурд? Вот. И они как раз раздали землю, и люди взяли, стали осваивать, и мы видим то сегодня экономическое развитие и того экономического лидера мирового, который сегодня, а когда на это наложилась сеть новых технологий, четвертого технологического уклада железной дороги, а, это даже третий уклад, это паровоз, который пришел, это третий технологический уклад, то это создало мирового экономического лидера, который до сих пор еще никак не может осознать то, что времена поменялись, и что лидеры тоже со временем меняются. Так вот, друзья, по этой логике мы сегодня продвигаемся и делаем, но чтобы нам задавать эти вопросы и двигаться, нам надо, чтобы в нашем потребительском обществе было 100 тысяч человек тогда, когда мы обращаемся мы сразу говорим, что в нашем Александр пишет, там ТОР уже занят да нет, Александр, там ТОР еще никем не занят по лицензии, по освоению это инвестгруппа тут мне Александр сбрасывает в чат, что лицензию на ТОР, так сказать, это, друзья эти разговоры идут настолько давно и настолько это, просто никаких реальных еще вопросов по освоению здесь нету и быть не может поэтому вопрос в следующем, что если за нами будет стоять серьезная сила, то те вопросы, которые мы будем задавать, соответственно, отвечать на них Максим точно правильно пишут, чтобы занять ТОР, надо начать его осваивать поэтому у тех, кто сейчас имеет лицензию, то есть действительно лицензию дали совместное предприятие Ростехнологии и одной частной инвестиционной группы так вот, для того, чтобы дальше продвигать, им надо построить туда дорогу, построить дорогу, им надо решить либо разработать свою технологию, потому что железная дорога туда не пройдет, либо обратиться в Skyway и построить технологию по технологии Skyway. Друзья, в принципе для нас и то и другое развитие, в принципе очень важное, потому что если они выступят заказчиком и профинансируют, значит вход корневой технологии будет закрыт еще быстрее, соответственно мы от этого соответственно мы от этого все только выиграем. Поэтому, друзья, ту логику, которую мы сейчас делаем, она единственно правильная, это сейчас выступать от имени уже коллективного инвестора, которого мы объединяем сейчас в потребительское общество и именно потребительское общество в Евразии может ставить вопросы о том или ином развитии месторождения, территории и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже наше одно из направлений группы Transnet, именно с логикой, и стержнем всего этого может являться только технология. Поэтому мы сейчас, помимо того, что Skyway Invest Group это наша структура, которая является фондом прямых инвестиций в технологию Skyway, мы как раз сейчас начинаем все больше и больше направлять свое внимание и работу именно по адресным проектам, и эти адресные проекты сегодня они очевидны, которые есть на евразийском пространстве. Это освоение северных месторождений, лидером которого будет, конечно, Тамтор и Попегай, вот, а еще ряд там с десяток будет таких очень серьезных месторождений. Вторая это очень серьезнейшая программа, где может состояться государственное частное партнерство, именно действительно как государство, которое владеет лицензиями и разрешениями на строительство, и действительно частным партнерством, которое будет объединять сотни тысяч людей. Вот, это программа сибирского холода, это целые сети озер, которые сегодня уникальны по своим природным качествам, именно как питьевой воды, и второе, еще уникальны, как единственно известный конденсатор холода, и мы будем на рынок выводить абсолютно новые продукты, которые без технологии второго уровня быстрого перемещения без SkyWay, они просто развиваться, естественно, не могут. Поэтому наша задача сейчас, в том числе, это решать и пробивать те барьеры, которые сегодня есть чиновничьи, это решать и выходить с законодательной инициативой, и это вопрос у нас, друзья, только будет в одном, если нас будет все больше и больше людей, направленных на решение одной задачи. И вот когда мы все это объединим и когда мы запустим вопрос, вот, друзья, вопрос, ну, сегодня уже я могу сказать, многие вопросы, которые раньше казались нерешаемы, вот сегодня они решаются, они движутся, и я могу сказать, что результат вот этого объединения краудинвестинговой системы, инвестопроводящей системы, технологии и тех целей и задачи, которые мы ставим, они, естественно, сегодня начинают все больше и больше приносить результат. Поэтому мы с вами весь прошлый год и мы с девизом SkyWay Invest Group ставили «Строй SkyWay, спасай планету». Это абсолютно верный вопрос, потому что без технологии шестого технологического уклада, без нового освоения и территории, и месторождений никуда двигаться невозможно. А сегодня уже более глубокое и внедрение технологии, которой мы сегодня занимаемся, это наша Транснет-групп, вот, естественно, что мы ставим следующий девиз для себя, это мы объединяем мир, потому что невозможно без объединения, невозможно без создания новой инфраструктуры двигаться дальше, и, соответственно, это все будет не то, что прозябание, а это будет уничтожение того, что сегодня есть. Мы видели, как разорвался, распался Советский Союз, наверное, никого не вызывает сомнений, что ничего хорошего это никому, кроме отдельных группок людей, в общем, для людей это не дало. Вот, как сегодня происходит общее нищение всех отдельно взятых стран, и только объединение, то есть мы видим объединенную Европу, которая объединяется, мы видим объединенную Америку, Соединенные Штаты Америки, мы видим сегодня Китай, который все больше и больше объединяет вокруг себя именно азиатский мир. Соответственно, наша задача это объединение, это развитие и движение дальше, как есть. Соответственно, к тем целям и задачам, которым делаем. Всю инфраструктуру, вот за этот год, начиная с октября, мы все создали, то есть потребительское общество Евразия работает и набирает обороты, соответственно, наверное, где-то с конца мая, то есть со следующей, или через неделю, мы уже будем приглашать, и чтобы через личный кабинет вы заходили, регистрировались в потребительское общество, потому что это новый инструмент из юридической защиты инвестиций, и нашей работы юридической на евразийском пространстве. То есть это, друзья, новое направление, которое мы сейчас двигаем. И, соответственно, все адресные проекты, которые, соответственно, будем двигаться, это тоже работа для потребительского общества, тоже работа для нашей общей группы. И поэтому можно однозначно говорить, что та работа, которая будет вестись на демонстрационном участке, на демонстрационном полигоне, те аргументы, которые у нас все дальше и дальше будут возникать, они позволят нам пробить любую стену. Ну, а если не пробить, то есть, как есть очень хорошие, то можно спокойненько обойти. И если сегодня кто-то думает, что в Москву с ее вот этим коррумпированной системой, с ее закрытостью в транспортную инфраструктуру войти нельзя, то здесь я вам, друзья, могу сказать, что мы нашли вход, и именно как транснет-групп, мы сейчас уже ведем переговоры, заключаем договора, и мы нашли лазейку, как мы войдем, и наш транспорт второго уровня, струнные технологии будем применять в Москве, и уже осенью, весной следующего года будем показывать и строить первые трассы. Так что, друзья, есть очень хорошая народная поговорка, что на хитрую, так сказать, всегда найдется что-то более хитрое. Так вот, друзья, мы не только в Москве, но и еще в ряде целых ведущих европейских городах нашли этот вход, поэтому проект движется, очень интересные направления идут, и по мере, скажем так, развития это мы будем с вами все это обсуждать, делать, мы вам будем показывать, и, соответственно, вопрос о том, как и почему вы будете иметь с этого экономическое вознаграждение, как раз, друзья, это как раз ответ на то, что тот, кто сегодня рискует, тот, кто сегодня верит в то, что и хочет реализовать цели и задачи, которые мы с вами, то, естественно, друзья, при реализации он должен иметь от этого бонус. Вот, поэтому при всей венчурной логике, то, что мы сегодня делаем, все-таки система справедливого вознаграждения, она должна существовать, и мы как раз считаем, что та система, которая сегодня у нас отстроена, то есть поощрение тех, кто входил год назад, тот, кто входит сейчас, и вот эти вот снижения дисконтов, они обязательно еще и носят, ну, я бы так сказал, справедливую характеристику в том плане, что инвестиции, которые все больше и больше, которые будут вкладываться на заключающем этапе, они все менее-менее рисковые, и нельзя, вот даже сегодня, друзья, вы понимаете, что инвестиции, которые сегодня идут и год назад, это абсолютно разные вопросы, абсолютно разные задачи, которые решались, а те, которые будут через год, друзья, когда уже будет строительство демонстрационных участков, когда будет вестись испытания, и когда никто уже не может упрекнуть о том, что этот проект оторванный от производства и от реальной науки, потому что сегодня даже, вот я сталкиваюсь с чем, что сегодня Юницкого закупает технику, а в интернете начинает обсуждаться вопрос, а почему закупается этот материал, почему закупается этот материал, а почему можно там купить дешевле, а можно там без этого обойтись, это тоже даже друзья будет, но и это хорошо, пускай обсуждают, пускай делают, мерилом всему будет результат, и здесь я могу сказать, что никаких сомнений по поводу того, что результат будет, я могу вам четко сказать, потому что я наблюдал уже несколько этапов, как становились конструкторское бюро, как ставились задачи и как они реализовывались, и на каждом этапе был свой движущая сила и свой результат, который сегодня, обобщаясь, подводит к тому, что сегодня есть, но такой юридической схемы защиты инвесторов не было никогда, такой команды, которая работает на результат, не было никогда, и, соответственно, такого количества участников, которые хотят реализации, не было никогда. Поэтому это абсолютно новый этап, и я могу сказать, что неизбежно нас сегодня это приведет к результату. И ключевые слова, которые в интервью Анатолия Дуаровича, когда они на поле вместе с Женей Кудряшовым ходят, и он такой дает очень обстоятельное интервью, он как раз сказал ключевые слова. Первое, о том, что осенью следующего года будет демонстрация, и фактически это будет означать закрытие в корневую технологию, потому что придут заказчики и инвесторы институциональные, которые будут уже вкладывать как в действующую. И второй, очень важный момент, что сегодня, за счет того, что управление и проектирование сегодня находится у Юницкого, он имеет, соответственно, горизонт при выборе решения, каким образом оптимизировать и принять те или другие решения для того, чтобы сделать важную демонстрацию. И если сегодня, вот он говорил, что при первоначальном этапе проекте было, что для строительства скоростного этапа надо там как минимум 50, а то и 100 километров для испытания скоростного транспорта, то сегодня это уже можно свести к 15 километрам. Если для демонстрации технологий и уже получения заказчиков раньше предполагалось строительство несколько участков, то сегодня это все будет сведено в одно место. То есть по оптимальному выбору решения можно сказать однозначно, что осенью следующего года будет продемонстрирована технология, в которую придут заказчики и инвесторы. Это однозначно. А вот какой спектр, естественно, что это будет зависеть от того, какой будет объем финансирования. Наша задача, чтобы это был весь спектр транспорта второго уровня и чтобы все ниши, которые сегодня есть в мировой транспортной отрасли, они могли быть перекрыты. Но если это будет даже не стопроцентное, а частичное или те отрасли, которые дадут максимальную капитализацию, как, допустим, сегодня городской транспорт или перевозка сыпучих грузов, это то, что сегодня даст максимально быстрый спрос и максимально быструю капитализацию, то это будет сделано и, соответственно, за счет уже потом прихода инвесторов будут профинансированы другие части технологий, которые двигаются. Ну вот, друзья, я считаю, что для сегодняшней такой встречи информации более чем достаточно. Вернемся к началу нашего разговора о том, что сейчас идет очень важный процесс. И те, кто понимает, о чем идет речь, я вам, друзья, настоятельно рекомендую инвестировать и увеличить свой пакет и в корневой технологии Rain Skyway. И если вы являетесь оконектором фонда, значит, то же самое. Потому что такой возможности по такому увеличению пакета больше не будет, друзья. Это можно сказать однозначно. И, соответственно, по тому объему инвестиций, даже который сейчас приходит, можно сказать, что интерес со стороны крупных инвесторов, потому что мы можем сказать, что у нас по пакетам инвесторы уже стали приходить все более и более такие значимые. Это говорит о том, что информация осваивается и люди осознанно уже приходят. И если они начинали сначала с небольших объемов инвестиционных пакетов, то сегодня эти пакеты все значительно увеличиваются и измеряются уже тысячами, десятками тысяч фунтов. То есть, так сказать, это очень-очень важные сегодня моменты. Поэтому этот момент я прошу вас учесть и каждый для себя определяет сам. То есть, в конце концов, если вы не увеличите по максимальному коэффициенту, то ничего страшного здесь не произойдет. Просто, чтобы не было потом обидно, что за какие-то 50 или 100 фунтов вы недополучили сотни тысяч. Ну, а для меня эта сумма измеряется десятками миллионов и долларов и фунтов. Поэтому, естественно, что все наши директора и все наши... у нас даже сомнений ни у кого нету, надо увеличивать или нет. То есть, поэтому, друзья, иначе бы зачем мы всем этим занимались. Так вот, друзья, это крайне такой важный момент. Прошу о нем помнить. И на всех вебинарах, которые сейчас происходят, дата обозначается 5 июня. Поэтому до 5 июня я все-таки всем рекомендую отнестись к этому очень серьезно. Вот. Ну, а для нас, друзья, что сейчас очень важно и очень четко понимать, и этим мы всегда будем и начинать, и заканчивать. Строй Skyway, спасай планету. И, соответственно, Transnet Group мы объединяем мир. И я думаю, что совместно в таком направлении и в таком раскладе мы, друзья, сделаем очень многое. И в этом сомнении, наверное, уже, во всяком случае, тех, кто присутствует на наших вебинарах, тех, кто присутствует на наших встречах, я думаю, что этих сомнений уже ни у кого не просто не остается, а их просто не может быть, потому что та работа, которая проведена, показывает, что цели и задачи, они достижимы, они достигаются и они будут достигаться. Ну, все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Жду вас на следующей встрече с нашим с Алексеем и в 13 часов для Сибири и Дальнего Востока и, соответственно, для европейской части на 20 часов.